Здравствуйте, туристы и милитаристы! Заруба 2017, первая её номинация, Forage Brave, подходит потихоньку к своему завершению. И сегодня у нас на кухонном мини-тесте нож Full Tank 04, производство Росоружия, предоставлены компании Росоружия, и, к сожалению, вы видите, что картина, но она и не могла измениться, нож как рвал бумагу, так и продолжает рвать. На самом деле, как раз-таки на Full Tank я бы хотел пару слов сказать о несовершенстве самой Зарубы, потому что я беру, скажем, от Балды какие-то конкурсы, что-то придумал, традиционные, конечно, тесты обычные. Например, я могу сказать, что Котофель очень здорово, действительно очень удобно держать нож в руках, но чувствуется, что чуть-чуть он сам и малость недоточен. Вот немножко, видите, такой идёт скрип, то есть я чувствую сопротивление самого картофеля. Могу сейчас сказать, и обязательно, конечно, скажу, на разборе полётов у нас будет, действительно, после всех видео и после голосования зрительского, большое такое, я не знаю, на сколько минут видео, по каждому ножу я выскажусь, именно своё мнение какое-то, как он прошёл, по каким причинам победил или не победил, что помешало, что помогло, что я хорошего видел, что плохого видел. То есть по каждому буквально ножу будут выводы, и по 0,4 тоже я могу сказать, конечно, что прямо сейчас, конкретно по этому ножу ему помешали, очень сильно удобно, но нет именно такой вот остроты, на которую этот нож, я уверен, наверняка способен. Сильно вогнутые такие у нас спуски здесь. Так, и давайте порежем небольшую такую луковку. А вот луковку слышите? Вы слышите этот звук? Такое сухое, грамотное такое царапание кромкой доски. На самом деле, мне за этот нож очень обидно, потому что... Ну, действительно обидно, по-настоящему. Нож очень лёгкий, верткий, он по-настоящему универсальный, этот нож где-то там на походной кухне способен творить чудеса. Вот, лук изумительный, стопроцентное попадание вообще. Лук режет очень легко, быстро и качественно. Так вот, что я хотел сказать? Хотел сказать, что конкретно по 0,4 его, наверное, всё-таки отправляя именно на соревнование ножевое, может быть, стоило просто посмотреть, порежет он бумагу или нет, потому что я всех предупреждал о том, что будет резать бумаги. Я сам против реза бумаги, я считаю, что это не показатель. Но в рамках данной зарубы, если это было предусмотрено регламентом, как говорится, лук, максимальная оценка, просто супер. Если это было предусмотрено регламентом, то стоило, наверное, этим немножко озадачиться. И плюс, конечно же, удручающее... Вот он работает, пожалуйста, лучок, просто супер. Я сейчас... Эта луковица у нас идёт вне конкурса, потому что я её нарезаю крупными, такими более небрежными, скажем, кубиками. Просто мне это нужно сделать быстро. Я ограничен сегодня во времени. И мне понадобится довольно большое количество лука. Поэтому, видите, первая была, скажем, именно тестовая, она была такая поаккуратнее. Но здесь с этой аккуратностью... Аккуратности какой-то не нужен. И второе, что действительно подкачало, это ножны. Потому что, да, я верю товарищам, которые говорят, что... Я сам не залезал в интернет, но я верю на сайте Росоружие этот нож с другими ножнами идёт. То есть, то ли по ошибке, то ли по какому-то неноразумению. Его прислали с неразными ножнами. И на ножнах он тоже потерял баллы. То есть, конкретно по этому ножу... Ну, я всё равно всё это повторю, конечно, потому что итоги наверняка будут смотреть как-то более внимательно. Лук просто супер. Что мелко, что крупно. Дальше у нас идёт огурчик. И я вот понимаю, что конкретно, вот, например, про этот нож я вообще ничего плохого не могу сказать. Он идеально нарезает. Понимаете, это действительно ещё один очень классный походный кухонник. Да, у него хромает заводская заточка. Да, его прислали там с чужими ножнами. И он конкретно за Рубу, конечно же, проиграл. Потому что, ну, были свои там... В любом соревновании должны быть свои правила, которыми подчиняются абсолютно все. Отменно. Но, понимаете, я не хочу, чтобы создалось впечатление, что это плохой нож. Отличнейший нож. И вот это самое главное для меня. Чтобы именно, как бы, зрители поняли. Ну, вот в чём прикол. Посмотрите, он как бритва нарезает помидор. Как бритва. Не скользит. Не протаскивает. Не давит. Ничего. То есть, нож-то суперский. Получается, что там где-то на клиночке какая-то микро-зазубринная была, которая вот как изначально рвала бумагу, так и продолжала рвать. То есть, за кухню, ну, я уверен, что у него будет отличная оценка. За исключением бумаги. А бумага, простите меня, у нас правилами на этой зарубе предусмотрено 4 раза резать бумагу. С максимальным баллом 7 баллов. То есть, это максимально 28 и минимально, соответственно, потерянные вот эти вот баллы. Нарезка помидоров идёт просто со скоростью... Я не знаю, это действительно... Это отменнейший результат по помидорам. Я могу сказать, что он просто суперский лежит. Нож очень удобно держать в руке. И я понимаю, что кто-то должен выиграть, кто-то должен победить. Но кто-то проиграть. Мне обидно за него, потому что это шикарный нож. Я не хочу, чтобы создало себе впечатление, что... Так... Что он какой-то там не такой, что он хуже. Нет. Немножко его даже, как вы видите, как он работает, да? Его даже точить не надо, он наточен. Его чуть-чуть поправить, буквально, на пасте. Ну вот, вы слышите этот звук, сухой звук кромки по дереву. Достаточно мягкую паприку, как я уже говорил, в этой банке не очень удачную. Нарезал абсолютно ровно. Абсолютно. И учитывая, что впереди у нас будет второй, вторая номинация, третья номинация за рубль. В следующем году у меня уже планы, я уже просто об этом думал. У меня будет... Сейчас, секунду, скажу просто. В прошлый раз у нас не было ног, были одни окорочка. Сегодня окорочки нужны были, окорочков не было. Были вот такие вот ножки. Ну, какой-то кризис капитализма налицо. Ну, мне самое главное здесь, работа ножа, насколько это удобно. То есть, ему всё равно нужно быть острым и таким, скажем, ответственным. Потому что мне нужно вырезать со всех этих ног, в такие, скажем, сжатые сроки, мясо. Именно таким образом, чтобы оно было у нас одним куском желательно. Потому что потом ему идти на шампура. Ну, это, как бы, в принципе, очень удобно получается. И вот так вот. Всё чётко. Вот он получается у нас. Хоп! И очень-очень быстрый, очень-очень нежный, лёгкий, диетический куриный шашлычок. Только в путь. Против своего обыкновения здесь я всё-таки оставляю сейчас кожу. Потому что, ну, она лишнее не будет. Плюс она, скорее всего, вообще в процессе там всех вот этих вот замачиваний она просто слетит. И получается, что я сам себя критикую сейчас, ребята, на тему того, а нужна ли была вот эта бумага четыре раза. То есть она действительно получается хорошим ножу, удобному, эргономичному ножу. Это действительно у него рукоять, как у кухонника. Очень удобно, ну, крайне удобно. Так, эту маленькую, наверное, всё-таки тоже как-то мы... Сейчас её нужно аккуратно выцарапать. Именно что выцарапать. Чтобы остальной кусочек у нас не развалился. Всё супер. То есть явный перебор был по бумаге, на мой взгляд. Я это пересмотрю. И, наверное, перебор был по ножнам. То есть на самом деле я не отказываюсь. Я не готов говорить, что ножны не важны. Нет, важны. И я обязательно, когда у нас будет подведение итогов, я обязательно подведу итоги таким образом, что просто назову, изменилась ли бы турнирная таблица, если бы ножны вообще не учитывали. Но я считаю, что вы в любом случае нож покупаете в комплекте с ножнами. Поэтому здесь как бы... Вот как привык, так и надо. Надо вскрывающими такими движениями, потому что вот это вот сейчас попробовал просто разрезать вдоль. Это суперспособ просто взять себе и порезать руку. Не надо ничего выдумывать. Всё уже до нас выдумано. Таким вот образом мы снимаем аккуратно с косточки. На самом деле мясо-то с кости снимается буквально в считанные секунды. Но здесь важно именно, чтобы было снято одним куском. То есть, может быть, ножны просто за ножны меньше баллов давать. То есть, каким-то образом корректировать, чтобы на первую... В первую очередь выходили какие-то рабочие качества ножа, именно в первую очередь эргономика, еще какие-то моменты. А не то, как нож режет бумагу. Кирилл Знатнов абсолютно правильно сказал. Абсолютно правильно наш Кирилл сказал, что ему вообще пофигу, как нож режет бумагу. И мне пофигу на самом деле. Я считаю, что это вообще не должно быть показателем и совершенно не должно быть, скажем, определяющим моментом той же самой покупки ножа. Вот я сейчас конкретно по кухне вам резюмирую. Очень-очень нарезательный нож. Курица может быть не на максимальный балл. Может быть, не на самый максимальный балл у него сейчас была курица. Но овощи, вот на картошке тоже чувствовалось чуть-чуть, вот как бы, ну как он порезал лук, как он порезал огурец, помидоры, паприку, достойного сечения. Это максимум из максимума. Это действительно просто было супер. И при этом чудо не произошло. Рвал, рву и буду рвать. Здесь даже видно конкретно, вот на этом месте он начинает ядраться. То есть буквально из-за какой-то небольшой вот... А стоило просто перед тем, как отправлять, порезать, прогнать на пасте и на архадер. Вот тебе, блин, этот самый претендент на чемпионство. Обидно. Ну, нужно, конечно, тоже. Так что не проходите мимо, обращайте внимание. Очень удобная рукоять, замечательный нож. Зачем я все это сейчас рассказал, если я все это буду говорить на подведении итогов. Ну, ничего страшного. Всего доброго. Скоро-скоро голосование. Субтитры создавал DimaTorzok